Девушки отдыхают Жене, я надеюсь, сообщили Собирался, товарищ генерал, но Прокоров категорически против Что это значит против? Это что, порезанный палец, серьезные травмы? Гончар Я же в свое время перед вами открылся Я же душу наизнанку вывернул Что вы теперь из меня? Падлу делаете И что? Что открылся? Нам теперь хороводы вокруг тебя водить? Извини И ты еще совсем зеленый Без сна на сердце Каждый день без сна Весь мир живет твоим законам На перегонке с ветром Впереди любовь Где-то там Потому что у нас все роли Главное, видишь, мы с тобой Сидим в одном ряду Даже если у нас дороги Разные Видишь, ты идешь И рядом я иду Потому что у нас все роли Главное, видишь, мы с тобой Сидим в одном ряду Даже если у нас дороги Разные Главное, видишь, ты идешь И рядом я Значит, объяснять не нужно Что один переезд равен двум пожарам Значит, так Нужно четыре добровольца пожарника Помочь в переезде ветерану нашего училища Полковник Лозгачев Андрей Васильевич Сорок лет преподавал фортификацию нашим курсантам Ну Добровольцы есть? Варнов, ну что ж ты так прям сразу на колени падал? Надо просто поднять руку и сказать Я Никак нет, товарищ капитан Просто скользнул с турника Ответ неверный Ладно Ну что, есть добровольцы? Я, товарищ капитан О! Сухомлин у нас, как всегда, номер один Прям стихией получается Ну что ж, молодец, Сухомлин Будешь старшим Есть Что, еще одна жертва гравитации? Никак нет, добровольец Ну что ж, двое уже есть Встать в строй Ну что, Колен? Нога не болит? Да нет А с парнями как? Наладилась? Вроде А ты просто так интересуешься или спросить хотел? Да, в общем, понимаешь, мне сейчас и обратиться больше некому. Понимаю. Давай только на чистоту. Я так понимаю, там против меня спецоперация готовится? Я ничего не слышал. Ну ладно, ладно. Не хочешь говорить, я наезжать не стану. Никто тебя линчевать не собирается. На перья и смолу никто не скидывался. А все остальное ты так знаешь. Ясно. Значит, решили в индивидуальном порядке пройтись. Ничего, посмотрим. Здравствуйте. Скажите, а Прохоров Степан Никитович, курсант из военно-командного училища, здесь лежит? Прохоров, Прохоров. Да, есть такой травматология. Ой, спасибо. А как туда пройти? А они как? Сейчас врачебный обход. Два часа придется подождать. Ну я же жена. Да хоть бабушка, мне-то какая разница. Пока врачебный обход, никого быть не должно. Пожалуйста, я не из Москвы, еле вырвалась, и мне еще домой добираться. Ну тут уж решай. Если жена, два часа можешь и подождать. Понимаете, я в положении. Ну тебя никто не заставляет здесь на вытяжку стоять. Вон скамеечка, сядь, посиди. Могу журнал дать, там как раз про беременных пишут. Да. Да, есть. Сейчас принесу. Могу журнал дать. Да. 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 Когда у Роммеля не хватало танков для лобового удара, он пошел на хитрость. Бросил в прорыв вспомогательные машины. Он что, кабинам водопроводные трубы вместо пушек привязал? Привязал, но не трубы. Каждый грузовик тащил за собой огромные связки деревьев, кустов, подымая клубы пыли, за которыми не было видно, что там наступает. Что, англичане повелись на эту бурю в пустыне? Так еще как повелись. Они у нас стянули резервы, заняли оборону, перебросили части с других участков. Вот с другой стороны Роммель и атаковал англичан. Вот идиоты. Вот такой развод купились. Да идиоты они. Немцы тоже на такие же подколки попадались. Печка, а что ты их защищаешь? Что нормальный человек грузовик от танка не может отличить? Идиоты. Мало их Роммель гонял. Вот как вам не кажется это парадоксальным гончар, Роммель применил эту тактику вовсе не потому, что считал англичан идиотами. Просто он понимал, что при лобовом ударе у него шансов нет. Правильная оценка врага – это великий воинский талант. Илья, 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 пожалуйста. Анька, ну зачем ты приехала? Ну не надо было тебе сюда тащиться. В твоем положении… В моем положении мог бы позвонить. Я так по тебе соскучилась. Я хотела сделать тебе сюрприз. Приехала в училище, а мне говорят, что ты… Анюта, ну вот поэтому я и не хотел, чтобы ты приезжала. Ну все хорошо, успокойся. Ну успокойся. Ты видишь, я живой. Живой, нормально. У меня всего тут трещина в шейном позвонке. Трещина в шейном позвонке? Господи. Степа, ну когда ты поумнеешь? Ну а что? Врачи сначала на перелом решили. Сейчас говорят, трещина в аксисе. А трещина в аксисе – это пустяки. Переходим в первую палату. Травматическое отделение. Шейный отдел – наиболее уязвимая часть позвоночника в отношении травматических повреждений. Это обусловлено слабым мышечным корсетом в области шеи, небольшими размерами и низкой механической прочностью позвонков шейного отдела. Итак, пожалуйста. Больной с травмой. Диагноз. Что в шейном отделе? Что вы говорите? Это и без рентгеновского снимка можно определить. Еще вариант. Девушка, как ваша фамилия? Прохорова. Прохорова. Хорошо, Прохорова. Я понимаю, что у будущих матерей мысли о другом, но тем не менее вопрос. Что вы видите на снимке? Трещина в шейном позвонке. В аксисе. Молодец, Прохорова. Да, предположительно, трещина в аксисе. Еще один вариант травмы шейных позвонков мы посмотрим в другой палате. Прошу всех за мной. Слава Богу, понесло. А я правильно ответила в аксисе? Ты одна правильно ответила. Так что, может быть, стоит подумать о том, чтобы подать документы в медицинский институт? Может быть, когда-нибудь. А теперь скажи мне, что такое аксис? Это не очень опасно. Пример. Изведение боевых действий. Во время Великой Отечественной наши части, прорываясь из окружения, часто напарывались на немецкие регулярные части. Несли большие потери. Но потом изобрели метод, как снизить количество потерь. Кто знает? Каким образом? Ну, опытнее стали. Противников знали лучше. Семьями дружили. Нет. Опытными стали, это само собой. И знание противника как раз и дало возможность изобрести этот новый способ прорыва. Какой? Ну, наши на большой земле делали огневой коридор для тех, кто прорывается. Перепечка. В книгах этого нет. Может быть, они прорывались в каком-нибудь неожиданном направлении, углублялись в тыл противника, а потом могли... А потом электричками обратно добирались домой. Ну что ж, а давайте усугубим ситуацию. Попал у нас в окружение не где-то кто-то. В окружение попала ваша рота. Это вы разведка первого белорусского. И у вас есть только один шанс прорваться к своим. Затыкаем перепечкой дот и прорываемся, пока они его выковыривают. Ничего, я с тобой амбразурой поделюсь. Так, даю вам последнюю подсказку. Прорываться нужно было в один единственный строго определенный момент. Понимаете? И его нужно было четко дождаться. Ну, в какой момент? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну, а в какой момент вы мне, наверное, расскажете на нашем следующем занятии. Встать сверно! До свидания! До свидания! Ну, мужики, подождите меня, пожалуйста. Сейчас я позвоню. А, давай. Дорогуша, ну позднее, не наш вариант. Добрый день! Могу я услышать, пожалуйста, Ольховскую Полину Сергеевну к телефону? Передайте, пожалуйста, что некто господин Макаров будет ждать в пять часов около метро. Она знает где. Девушка, передайте, пожалуйста, чтобы телефон включил. Передадите? Девушка, только не забудьте. Обязательно. А то вам будут звонить всякие инвесторы, отвлекать вас. Не будут? Ну, спасибо вам огромное. Всего хорошего. До свидания. Слушай, отдай карту, мне позвонить надо. Слушай, давай быстрее, время. Ну, вы идите, я вас догоню. Давай. Алло. Владимир Петрович, здрасте, это я. Это я. Я насчет ставки. Твоя ставка просила не поминать ее лихом. Сатурн, Спартак, Нальчик, 1-1, как я и предсказывал. А я предупреждал. Ну, если честно, знаете ли, я из вас тоже на Страдамус не очень-то получился. Вы сказали, что матч Рубин-Терик договорной, 0-1, да? Они по-другому сыграли, 1-2 счет. Так договорняк-то и был на разницу мячей, курсант. Когда тот дурак в первом тайме влетел в ворота, ребятам пришлось еще один во втором дорисовывать. Но ничего, в итоге выиграл тот, кому следует. Разница мячей соответствующая. Так что все чики-пуки. Не, мне, если честно, показалось, что он нормально, не специально взлетел, а так живенько. Дорогой Ирюшенька, что было, то было, это уже история. А я люблю смотреть в будущее. Ну, ты что, ты просто поговорить хотел или пообстоятельнее пообщаться? Что для нас самое главное в тактике ведения защиты? Растощить соперников, тогда нам не будет важно количество нападающих. Или почти не будет важно. Еще раз показать. Не надо, у вас и так нормально получилось. Хорошо, тогда закрепим. Гончар оброняется. Сырников и Брагин нападают. Есть. Сырников спереди, Брагин обходит сзади. Не запутывая следы, направляется к выходу. Варнава, что ты хочешь? Эй, эй, эй. Ничего не хочу, просто сказал. Браг, Орлы. Отношения на ковре выясняли. Брагин, что ты подкалываешь? А что, ему мнести уже, блядь? Да нет, никакой мнести. Просто свои отношения надо высказывать прямо, открыто. Тулаемся, как шавки из-под воротня. Ты что себе позволяешь? Я ведь и милицию могу вызвать. Нашлась вот самая умная. Простите меня, пожалуйста. Вот вас. Прохорова, что-то я плохо помню вас на занятиях. А, я понимаете... Понимаю, понимаю. Главное, после родов не забрасывайте медицину. У вас чутье есть врачебные, это таланты, им не разбрасываются. Будете в декрете, приходите. Я вам подброшу материал для самостоятельной разработки, чтобы мозги не застаивались. Спасибо. Возьмите. И еще раз извините. В печке-то не молоти так ложкой, а то тарелку разобьешь. У печки каждая тарелка, как последний бой. Слушай, тебе ведь точно. Пацаны, а кто бы сомневался-то? Да не, не про это. Я вспомнил про загадку Блинова. А ведь нашим надо было прорываться в тот момент, когда немцы обедали, там, завтракали, не знаю. Слушай, Босман, ты у нас как узбекский акин. Что вижу, а то мы пою. Да нет, ну, я серьезно. Да нет, печь, навряд ли. Подумай. Во-первых, охранение всегда есть, так? А во-вторых, все очень просто. Ложку отбросил, автомат в зубы и вперед. Ну, это, конечно, не к печке относится. Но тем не менее. Слушай, а мне кажется, какие-то особые погодные условия должны были быть. Смотрите, туман удобно, дождь тоже удобно. Солнечное затмение, а как бы извержение вулкана вообще нура. Нет, зачем приезжать из дома, когда лифт в доме не работает? Если бы я за свою кровь на этого лифтера Жека не везу, мы бы еще половину не занесли. Ну, давай раскидаем пополам. Да ладно, Расса, я сегодня слишком много взял. Забудь. Тем более мне надо было с мамой пораньше свалить. Слушай, Сухой, ну ты нам 7 лишний час нарисовал, дружище. Да? Я буду к тебе дома. Так хватит, дружище, да ладно. Ну, ты куда собрался? Да так, я по дивану по швырнусь. Да ела. Подожди, подожди, ну, подожди, сейчас Полинка придется. Ну, давай сядем где-нибудь в кафешку, посидим, поболтаем. Мы по семейному. Старичок, слушай, у меня сегодня своя программа телерадиопередач, понимаешь? Мне надо с Солей встретиться. А если я тут останусь, я пойду по статье «Совершенное мошенничество в группе», понимаешь? Ладно, тогда давай, бывай. Давай, понимаю. А, стой, Макар, тут такая штука, нам, знаешь, как-то с тобой сконнектиться надо перед КПП устроить, так сказать, фотофизис. Да, само собой, встанем в колонну подвое и красавчиками. Давай, разница. Все, понимаешь. Серьезно, мужики, а что немцы такое могли делать, что наши просекли и воспользовались? Ребят, я вот еще ни одного фильма про войну не видел, чтобы немцы не играли на губной гармошке. То есть ты хочешь сказать, что наши дожидались момента, когда фриц наберет легкий воздух и внезапно... Вот именно, что внезапно. Заходят с червей. Нет, ну серьезно, когда немец играет, значит он расслаблен. Правильно? Он уже мыслями в своем там мюнхене сидит, пиво пьет и сосиски воображаемые лопает. Мне кажется, вот это вот по мне самое оно. Потому что когда расслабляешься, очень тяжело потом войти в ритм. Ну что, Гончат, завтра с гармошкой на абразуру? Нет, 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 я нет. Как раз давай ты. Серьезно, ну слова умные подкинешь, терминами поддержишь и... Что, парни, на этом варианте останавливаемся или еще поковыряемся? Ковыряться будешь в лапше вилочкой. Ну хватит уже, и так часа два сидим. Давайте, значит, кто у нас за эту самую гармошку поднимаем руки. Ну да, это, конечно, был очень неприятный момент. Ну и таких моментов можно избежать и от них подстраховаться. Ставишь двойной азиатский гандикап с половинными ставками. Да ты не Кукси, курсант. Да я это, соображай, ну, слишком много информации. Ну давай, соображай пока, сейчас. Звук. Алло. Да, здравствуйте. Ну что, Кукси? Вообще-то очень. Слеподорожен. Мы как обычно ставим, или вы понадеетесь на меня. Ну хорошо, давайте я запишу, давайте. Так, записывай. Так, пять тысяч экспрессом. Все, понял вас. Ладно, всего доброго. Валентин Петрович, а зачем вы ставки от других принимаете? Ну, парень, есть игра, есть работа. Моя работа заключается в том, чтобы добывать нужную информацию, делать ставки и получать за это свой небольшой процент. А на каких условиях? Все зависит от суммы ставки. От двадцати до тридцати процентов. В кредит. А в кредит, Курсан, это только в случае долгой, продолжительной, счастливой, совместной жизни. Слушайте, а сегодня на кого вы ставите? Ну, старик, знаешь, договорники за неделю как-то не объявляют. О, так а я вам не смогу на неделю так часто вызванивать. Тебе не нужно мне на неделю часто вызванивать. Ты мне оставишь определенную сумму денег, расскажешь, на кого поставить. Я ее поставлю потом, а дам тебе твои деньги, сниму свой процент. Валентин Петрович, это какой-то вот бред говорить. Это вот поставь, возьми на того, поставь на того, на кого не знаю, оставь деньги. Ну, это не серьезно просто. Бред. Ну, да. Да, звучит, конечно, ужасно. Ну, что ты взрослый мальчик. Я тебя за уши не тяну. Наши горло не представляю. Да нет, ладно, я просто тебя пока не готов, понимаете. Алло, Юра? Юра, да, здравствуй, дорогой. Да, ну, конечно, выиграл, обижаешь. Ну, конечно, как договаривались. Ну, все, давай. Давай, заберешь, приедешь. Сейчас, подожди, секунду. Валентин Петрович, извините, я согласен. Да, дорогой, пока, да, все. Что? Я согласен. Это вот у меня есть две тысячи. Это все, что есть. Алло, здравствуйте. Это снова я. Я по поводу Полины. А, она? Да нет, не надо ничего. Извините. Ну, и где можно столько бегать? Я уже не говорю, что это просто некрасиво с твоей стороны. Час назад позвонил, что освобождаешься. Оль, да мы уже все закончили, а там еще один шкаф привлакли, понимаешь? Все... Ладно, я замерзла, пошли в кафе погремимся. Оля, если честно, у меня все пять минут. Нет, Суховлин, ты вообще нормальный? Я тебя практически час ожидала. Оль, ну, правда, ничего слова, ну, просто я не виноват, понимаешь? Это сужба такая. Так, хорошо. Хорошо, я надеюсь, две минуты на кофе у тебя есть. Есть. Только кофе сегодня отменяется, я на нуле. Ты опять играешь? Так, секундочку. Суховлин, не делай за меня блондинку. То ты пачку денег из кармана в карман перебрасываешь, то она вдруг у тебя фантастическим образом куда-то испаряется. Тебе не кажется это странным? Где ты их в училище мог потратить? На новый танк сбрасывались? Бачка, а тебе не кажется, что это просто типичная женская лунька? Есть деньги, играешь. Нет денег, тем более играешь. А если денег банально нет у меня, нет у меня денег. Может, я просто взял их, забыл? Ладно, прости. Хорошо. Тогда с меня кофе, а с тебя хотя бы две минуты. Пошли. Встать, мирно! Товарищ майор, личный состав занимается самоподготовкой. Заместитель командира взвода младший сержант Гончар. Вольно. Садитесь. Иду по коридору. Слышу у вас здесь шум, крики. Драка почти. Ну что, додумались до правильного ответа на мой вопрос? Или завтра с вами встретимся? Додумались, старший майор. Ответ есть. Так. Ну-ка, ну-ка. Мы считаем, что национальной чертой немцев было то, что они играли на губной гармошке. И это для них плохо кончилось. Ну, конечно. Смотрите, наши слышат звуки губной гармошки и понимают, что немцы расслаблены. То есть немецкий солдат играет, когда хочет отвлечься от воинской службы. Когда он эмоционально и физически расслаблен. Ну, хорошо. Пусть будет по-вашему. Фриц плюс губная гармошка равняется Гитлер Капута. Но ведь не все же играли. Есть правильные варианты? Нет, товарищ майор. Стопроцентных нет. Ну, тогда слушайте правильный ответ. Наши прорывались в момент приема немцами пищи. Ах! Жаль, печка на дежурте. Эх. Да вот, как раз вот. Так у него что? Был такой вариант? Угу. Да. Да. И почему отбросили? Ну, как, товарищ майор? Немцы слышат звуки стрельбы, отбрасывают ложку и вперед. Нет, это вы. Отбрасываете правильный вариант. И вперед. А немец, он даже ложку не отбросит. Он ее сначала оближет. Потом он аккуратно засунет ее за голенище. И это как минимум. Ну да, и губы надо вытереть. Вот, а это уже пять секунд. Эти пять секунд могут оказаться решающими для прорыва. Он только потом возьмется за автомат. Почему? Потому что немец, педант, это у него историческое качество нации. О, Макар, а где сухого-то потерял? Макар, подожди. Как прошла боевая операция? Ветеран доволен. Готов усыновить. Да я не про ветерана. Я тебе про Полину спрашиваю. Ну, встретились? Забудь про Полину. Ты что, Макар? Что у вас за первый хардл случился? Нет больше Полины печкой. Есть Полина Сергеевна. Очень страшно занятой человек. Который временно и постоянно не доступен. Хочешь передать привет? Пиши по факсу. Ух ты! Круто, Макар. Твоя? Моя. Я про девочку. Слушай, что ты от меня хочешь? Да ничего от тебя не хочу. Просто я бы на твоем месте приревновал. А ты не ставь себя на мое место. И спать будешь спокойнее. Ты что, совсем что ли, Макар? Устал я. Боссман, рот на дежурную ищет. Что, совесть на печень не давить, нет? Договорились же, встретиться на КПП. А я иду, смотрю, только корма мелькнула. Приходить надо вовремя. Даже так? Не, ну ладно я. А тебе где хвост прищемело? Отвей. Мы обиделись? Ладно, проехай. Алло. Мам. Привет. Где не приняты? Алло. Привет. Ну что, нашла свободную минутку пожелать мне спокойной ночи? Алло, алло, Максим. Я на улице плохо тебя слышу. Говори громче. Что ты спросил? Ничего. Я уже освободилась недалеко от тебя. Если поймаю машину, буду через пять минут. А что, сегодня тебе не выделили личного водителя? В смысле? Ты о чем? А, это так, навеяло. Ладно, держись там, я скоро буду. Все, пока. Здорово. Держись за стенку, чтобы не упасть. Так на кого ставка будет, Валентин Петрович? Стой, курсант, не суетись. Я в конторе, жду звоночка от нужного человека. Появится информация, сразу будет ставка. Пока ждем-с. Ну какие-то варианты же должны быть, правильно? Ну вы хотя бы предполагаете, какой это матч? Это будет чистый договорняк. Будет сигнал и вперед. Не переживай. А то язву заработаешь и генералом не станешь. Как не переживать, Валентин Петрович, если я вообще ничего не знаю? Сижу тут как дурак, которого за ручку возят. Я... Чего? Держи. Быстро. Алло. Алло. Валентин Петрович, а как я результат узнаю? Я же не могу весь вечер по телефону наяривать. И не надо, я подскочу к тебе завтра с деньгами и отчетом. Сколько сверху набежит, зависит от общего уровня ставок. А сегодня расслабься, смотри футбол, наслаждайся чистым спортом. Своё удовольствие. Да какое своё удовольствие, Валентин Петрович? Ставки я не знаю. Я даже приблизительного направления не знаю. Да. Стоп, извини, звонят. Это, наверное, как раз по поводу информации. Созвонимся. Алло. Алло, Валентин Петрович, а... Черт, а... Блин. Что теперь делать? Что, без документов уже не ходим? Макс, ну что с тобой? Ты похож на надутого караси. А тебя это удивляет? Что-то случилось? Да нет, всё нормально. Я просто весь день хотел тебя увидеть. Я таскал эти долбаные диваны, чтобы вырваться в город. На улице торчал. Звонил тебе каждые пять минут. Макс, ну у нас так принято. Во время деловых встреч мы отключаем мобильный телефон. Это важно. А я думал, у нас принято по-другому. Это тоже важно. Макс, ну я не могла с тобой встретиться. Ты звонил поперёк всего. Бросай всё и приезжай. Ну что я могла сделать? Не было возможности или желания вырваться с этой прекрасной работы. Макс, ну что ты такое говоришь? Ну как ты можешь даже сравнивать? Да я только и слышу, что твоё. Это же твоя работа. Это же твоя квартира. Это же твоё время, когда ты можешь меня посещать или брать трубки. Это нормально. Вот и получается, что твой любимый мужчина превращается в твоего удобного мужчину. В хобби. В свободное от работы время. Макаров, ты несёшь ерунду. Меня интересует состояние здоровья сержанта Прохорова. Товарищ генерал, мы же вам вчера докладывали. Состояние стабильное. Есть некоторые проблемы с инемением конечностей, но прописан длительный курс реабилитации. Насколько длительный? Где сейчас сержант Прохоров? В смысле? Да ни в каком не в смысле! Где в данный момент находится сержант Прохоров? Господи, где же ему ещё быть? Два часа назад его проведывал. Только что мне звонили из комендатуры и сказали, что 40 минут назад сержант Прохоров задержан был в самоходе в районе метро Измайловский парк. Вот такие вот чудеса совершает отечественная медицина всего за пару часов. Да нет, но этого не может быть, товарищ генерал. Это же просто совпадение, мало ли, Прохоров. А у вас в роте есть ещё один Прохоров? Степан Никитич, тогда это совпадение, а если нет, тогда это что? Даже не могу предположить. Меня не интересует ваше предположение. Задержан курсант. Причём не просто какой-то курсант, а с моей личной благодарностью и с вашими прекрасными рекомендациями. Да, ваше генерал-мейтенант, насколько я знаю, Прохоров. Вот ваши знания оставьте для своих мемуаров. Идите и разберитесь. И выясните все обстоятельства этого дела. А ещё лучше всего, доставьте сюда этого лазаря. Выполняйте. Есть! Что есть генерал? Привет. Слушай, а ты, если я не ошибаюсь, из роты Димы Красильникова, да? Нет, я из роты Артурки Губского. Майор. Смешно. Смешно, да. Слушай, а ты можешь мне Димку по-быстрому вызвонить? А пожалуйста, мне срочно. По-быстрому? Угу. Ну, конечно, не могу. Курсант, бросивший веник на боевом посту, считай, что он сразу идёт по трибуналу. Слушай, ну, у вас же свидание не каждые пять минут, правда? Ну, пожалуйста, ну, я тебя очень прошу, ну, ну, у тебя девушка есть? Ну, какая разница? Ладно, иди в комнату для гостей. Сейчас я всех позову. А мне всех не надо. Мне красивенько. Ну, это значит, ещё легче. Спасибо. БМП и БТР – одни из главных боевых единиц вашего подразделения в будущем. Сегодня основная цель – отработка слаженности действия экипажа. В любом бою это решающее качество. Так, сейчас разбиваемся на экипажи. Первый экипаж. Командир экипажа – курсант Красильников. Я. Есть. Курсант Иванов. Я. Механик-водитель. Есть. Курсант Брагин. Я. Наводчик. Есть. Товарищ майор, решите обратиться. Курсант Красильников. Слушаю Красильников. Товарищ майор, решите. Наводчиком в моём экипаже будет Варнава. Красильников, это не экзамен. Мы просто отрабатываем взаимодействие и тренажёр. Оценки сейчас не важны. Я не вижу смысла, зачем по 10 раз перетасовывать экипажи. Товарищ майор, вы же сами сказали, есть ли бой. Но даже если бой условный, я бы хотел быть уверенным в каждом члене своего экипажа. Смело. Линия фронта наметилась. Мне кажется, мы просто теряем время. Хорошо. Курсант Варнава – наводчик. Я. Есть. Есть. Командир второго экипажа – курсант Брагин. Я. Есть. Кто идёт в экипаж к Брагину? Господа курсанты, не заставляйте меня повышать голос. Быстро распределились и начали занятия. Кто идёт в экипаж к Брагину? Товарищ майор, разрешите уйти? Мне надо. Едите. Есть. Мы же вам по телефону объяснили, что Прохоров на месте. Девушка, вы мне по телефону. А мой курсант в комендатуру по факту попал? Или, может, туда на скорой приехал? Какая комендатура? Вы понимаете, что с такими травмами, как у Прохорова, по комендатурам, по дискотекам и барам не бегают? Он вообще сейчас под капельницей лежит. Ну, так вот я и хочу лично убедиться, что капельницы его надёжно фиксируют к своей кровати. По-вашему, больной исчез, а мы тут в матрас уколы кулем. Или дружно прикрываем самоволку курсанта от нечего делать. Врачебные ошибки, они вообще разные бывают. Вы понимаете, что сейчас неадекватно себя ведёте? По вам психиатрия плачет. У меня раздвоение курсанта, доктор. Я разрешения на посещение Прохорова не даю. И требую, чтобы вы прекратили этот бедлам. Доктор, доктор, да вы мне дайте за моего курсанта лично руками подержаться. Ну, а потом уже определяйте. Хоть в психиатрию, не знаю, хоть в гинекологию. Но я вас нигде не подведу. Даю слово офицеру. Товарищ офицер! Ну что, как Красильников, нашёлся? Нашёлся. Уже, наверное, бежит. Прикажете покинуть помещение? Никак нет. Будет команда ноги. Хорошо смотришься с щёткой. Спасибо. А сашвабра я вообще царь. Люди в оборок падают от восторга. Серьёзно. Батюшки, так ты хозяйственный. И такой талант в военном училище пропадает. Слушай, а ты же раньше тут не учился. Ну да, я из Питера перевёлся. Да ты что, ты из Питера? Я обожаю Питер. Такая красота. Туда первый раз приезжаешь и думаешь, как теперь жить после такой красоты? Как куда-то возвращаться? Хоть иди топись Санечкова моста. Это, кстати, военный дел. Мост? Скульптуры на мосту. Пётр Карлович Клот. Он артиллерийское заканчивал. Надо же. Ну, а я думаю, что скульптурам нужна артиллерия, как кони в колёсике. Ну, сейчас. Они там литейное дело изучали по-зрослому. Скульптуры Клот отливал сам. Да так, что они не требовали дополнительной обработки. Представь, на те времена это почти нанотехнологии. А кони на колёсиках. Ну, колесницы на нарвских воротах. Это тоже его работа. Ноги. Собой! Гончар! Поговорить можешь? Ну, могу. Да что ты дёргаешься? Пойди ещё у всех разрешения спроси. А можно мне с Брагиным поговорить? Я потом руки помою. Что ты наезжаешь? Успокойся. Я не наезжаю. Я радуюсь. Тут сегодня на бронетехнике. Мой дружбан Гончар решил в кусты дёрнуть. Когда мне шкалеры публичную порку устроили. Слил с потрохами. А что, айсберг уже перевернулся? Ты у нас, значит, теперь невинная жертва обстоятельств. А я не подал голос, значит, в защиту слабых и обездоленных? Что-то я не догоняю такого расклада, Брага. Расклад простой. Я на тебя рассчитывал. Как на армейца. По армейским понятиям своих не сдают. Вот именно, Брага. А если ты не забыл, то прокур мне тоже друг. Так что про армейские кодексы мне напоминать не надо, понял? Короче, я так понял. На тебя можно больше не рассчитывать. А что ты хочешь, то, Брага, я не понимаю, что я должен был сказать им? Ребята, чувак армейскую лямку тянул. И у него теперь есть фора на одно западло, так? Или давай перелопатим всех, ну, каждого поодиночке, чтобы он сказал, а Брагин-то был прав. Да, молодец, так и надо было, так? Гончар, хватит. Меня за козла в стойле держать. Думаешь, мне нормально? Да я эту ситуацию по ночам по тысяче раз в голове прокручиваю, а сделать уже ничего не могу. Да я за Прохора готов хоть, да хоть всю кровь ему, хоть ногу, хоть почку отдать по свистку. Не надо мне плевать, я сам себя удушу. Ты сам это захотел. Оно тебе и далось. Чего я добился? Причем в большем размере. Вот ты тогда в драке. Ушел, да? Захотел остаться один. И убежал. И теперь ты остался один. И камень свой тащить будешь тоже в одиночку. И будешь еще долго таскать. Сам. Пока не сотрешься. Ну все, Прохоров, давай выздоравливай. Мы за тебя кулаки держать будем. Ну что, убедились? Убедился, доктор. Курсант на месте. Спасибо вам. Стойте. Спасибо, мне отделаетесь. Вы вламываетесь, ставите всех на уши. Как вы вообще могли такое предположить? Ну вы, доктор, уж простите меня ради бога. Ну хотите, возьмите меня сюда для опытов. Ну как я у вас еще прощения могу попросить? Доктор, вы уж не сердитесь сильно на капитана. Он из лучших побуждений. Дело в том, что солдат, срочник, из вашего госпиталя взял форму Прохорова и двинул в самоход. Сейчас в комендатуре. А смысл? Патрулю-то какая разница, кого ловить, курсанта или солдата? Лучше он в больничном халате оставался и топ незаметнее был. Ну а покрасоваться перед девушкой, мол, не просто солдат, а офицер будущий из элитного училища. Вот и покрасовался. Да, его когда патруль-то выловил, у него документы Прохорова были. Ну вот и завертелось все это, катавасе. Ну вот видите, в конце концов все объяснилось. А знаешь историю про дядю Пушкина? Льва Сергеевича. Он крепко упел. Димка! Димка! Извини, на бронетехнике задержался. Да ничего. Максим, а расскажи Димке тот анекдот про Николая Первого. А, это, наверное, про дядю Пушкина? Это про солдата и не склоняется. Ну как интересно, у вас уже общая тема есть. У вас тут дружба полным ходом. Хотел остаться неизвестным солдатом, но ты слишком долго там бегал. На танке Курскую дугу выпрямлял. Вот и пришлось знакомиться. Мне Максим столько всего про питья рассказал. Правда? Угу. Слушай, Макаров, ты знаешь, Шопенгауэр говорил, тщеславие делает человека болтливым. Ого, Шопенгауэр. Пошла в ход тяжелой артерии. Когда людям не хватает аргументов, они начинают прятаться за цитаты. Ну это, брат, ты так считай. Это не я, брат. Это Гильвеция. И еще два акта о проверке. Разрешите, товарищ Геннад? Да, Давыдов, я жду тебя. Заходи. Вот. Ну это я тебе подписываю, и это тоже, да? А это я оставлю себе, мне кое-что проверить хочется. Так, вроде все. Разрешите идти? Да. Слушаю тебя. Докладываю. Начальник нашего училища большой паникер. Вась, ты что, накатил что ли где-то? Ты чего? А то, что Прохоров лежит там, где ему положено, в госпитале. А патруль поймал бешеного Сайгака, который надел форму Прохорова на себя с его документами и свалил в увал. Слушай, ты серьезно что ли? Да. Так это же просто цирк получается. Только не надо было сразу записывать моих курсантов в клоуны. У Давыдова никогда не было таких курсантов. Вася. А честь это первое, чем я их кормил, оторвав от поповины. А Прохоров... В общем, товарищ генерал-лейтенант, с Прохоровым считаю инцидент исчерпанным. Все хорошо идет на поправку. Понятно. Вы тут в документах одну подпись пропустили. Ну что ж, капитан, передавайте Прохорову от командования желание скорейшего выздоровления. Как только будете обольнитесь. Здорово, красавица. Что с лицом? Что-то не ожидал меня увидеть? Ожидал. Наш вчерашний разговор по телефону как-то странно оборвался. Вы и не подезвонили. В общем, я подумал, что... Ай-яй-яй, молодой человек. Ну как же так можно плохо относиться к людям? А я, может, проще вам звонил. И звонил вам не один раз. А потом я вспомнил, что вам же телефоны выдают только на время. Я же вам говорил. Ну вот. Но это же прекрасно. Слушай, с другой стороны, никто тебе не звонит, никто тебе не парит мозг. Ладно, давай о главном. Вуаля. Вот твоя ставка. А теперь... А теперь... Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Значит, было! Ба-ба-ба-бам! Кто играл, какая ставка? Максим Бузникин входит в штрафную. Артистично падает в штрафной. Судья указывает на 11-метровую отметку. Максим Бузникин ставит мяч. Разбегается удар. Гол! Второй пенальти за игру. Счёт 1-0, как и было предсказано. Вот твои нетрудовые доходы. А что так не густо? Ну, во-первых, я уже здесь снял свой процент. А во-вторых, ну, коэффициент был минимальным. Всё же зависит от продажи билетов. Ну, да что ты, старик, да перестань, расслабься. Ты что, хотел сразу в миллионера, что ли, попасть? Ну, тут же главное что? Тут главное всегда оставаться в плюсе. Это же лучше, чем минус. Бывает, чем минус? Да нет, минуса быть не может. Это я так чисто философски. Ну, вот ты что-то не рад совсем, я смотрю. Да как это, Валентин Петрович, да я, если честно, просто очень сильно волновался, переживал. Результат. Не, вам к числу, вам, конечно, огромное спасибо. Вы молодец. Вы меня извините, ради бога, конечно, что я на вас там плохо подумал и зря вас подозревал. Блин, просто числу, я как-то все это по-другому понял. Ну, что ж, если ты готов еще хоть немножечко попереживать, у меня тут один вариантик наклюнулся. Информация по трем матчам, и появляется редчайший шанс старик сыграть в экспресс. Вы что? В экспресс. Это когда ты делаешь одновременно несколько ставок на несколько параллельных матчей. В случае выигрыша коэффициенты перегоножаются, и, соответственно, из такой суммы уже не стыдно показаться даже в высшем свете. Ну, тогда скажите сумму ставки. Ты еще. Бакс. Бакс. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон